Итак, что ж, поехали. Надеюсь, сегодня мы завершим стрим-марафон по Сибири 3. Осталось совсем чуть-чуть, надо поднажать, надо добивать. А ты салам кидаешь только платным подписчикам? Вообще-то я салам кинул всем, кого видел на экране. Тебе также привет и здорово, Айм Линкси, тебе в том числе. Итак, нам нужно найти храм, который где-то замаскирован. Некий храм. Сейчас переуточню, найдите тайный храм Юколов. Собачка, привет. Тайный храм Юколов. Все, Стримчанский, все, Бабама минус Бабама, Аутлас убирает Бабама, Сибирь ультует, забрать надо. На Сибирь уходит, Аквиканс уходит просто забирать. Да, я смотрю, ты фанат Вилата. Да, так. Сейчас будем искать. Искать какой-то храм. Ну, какие-то ворота там есть. Так, тут тупик. Тут тупик. Бежим сюда. Олени рога. Племя находить храм до конца Красной Луны. Племя находить храм. Ну-ка, может он знает. Храм Красной Луны уже близко. А, может здесь? Ну, здесь мы же не были. Так, здесь метрошка. Бабам, какую следующую игру собираешься проходить? Ну, не знаю. Думаю, может Харстончик начать гонять, нет? Или Прей сыграть? Пятого числа, по-моему, Прей выходит. Вроде как... Типа, интересно. Типа... Так, а почему здесь выхода ничего нет? Я что-то здесь упустил. Так, здесь завал, здесь завал. Просто я иного выхода не видела. Так, здесь завал, здесь завал. Не, не надо хэс. Так, окей. Здесь выходим. Чем закончил? А, мы еще же Walking Dead не прошли. Там еще один эпизод вышел, да? Точно, завтра его, наверное, будем проходить. Какая-то дверь. Какой-то скриптовый ролик. Толстая скотина, это про Толяна. Хелло, бабам, как переводится сусочки? А сусочки это... Вкусняшки переводится как. От такой коллекции Екатерина не отказалась бы. Екатерина не отказалась бы. Так. А Walking Dead прошел... Нет, вот новый эпизод вышел, его не проходили. Спасибо, что напомнили. Завтра его будем проходить. Как раз на один стрим. Завтра его пройдем. Ну, предпоследний эпизод. Там еще один есть, вроде как. Рахим, я заканчиваю второй курс. Не знаю, куда податься. Это нормально? Это ненормально. Потому что ты должен податься на третий. Бабам, как тебе новый Samsung S8? Я не фанат Samsung, потому что мне не нравятся вот эти скругленные края экрана. Это во-первых. А в восьмой еще я сканер отпечатка пальцев убрали на заднюю крышку. По мне неудобно. Но люди раскупают на вкус и цвет, как говорится. Так. Так, я не понял. Давайте-ка за барную стойку зайдем. А, а тут нельзя же приседать, да? Нельзя приседать. Не понял тогда. И какого буя мы сюда пришли? На кубки посмотреть? А, пойдем-ка дальше. Пройдем-ка. А, вот тут что-то есть, вроде. Нет? Не берется? Это, наверное, хорошо ты меня. Ну. Братан, это логично. Если гулять с девушкой по базару, это можно назвать рыночное отношение? Рахим, я сделал операцию на тот самый орган. Швы, бинты и боль. Кругом в больниче куча аппетитных красавиц. Что мне делать? Выпей брома. Так, я не понял. И что? И что нам тут делать? Так. Придется выходить. Раз, два, три. Так, секундочку. Я случайно не туда-то кликнул. А, стойте. А, нет. Отсюда выходить надо? Уходи. Так, понял. Ухожу. Пойдем дальше. Если есть дорога дальше, давайте ей след... Блин. А что дверь? Нельзя открыть? Нельзя. Нельзя открыть. Нельзя. Папам. Как тебе ново, форсаж? Не видел, но спасибо, дружко. Знаю, о чем там все. Так, отсюда выходить? Не, это какая-то новая... Это новая дорога, я знаю. Но еще тут какой-то спуск есть. То есть два спуска получается. Непонятно в какой заходить. Ладно. Бабам, как... Так, сори, подсказывать не смогу. Я здесь чисто посмотреть на тебя и поспрашивать что-нибудь. Без проблем. Без проблем. Не обязательно тут присутствующего подсказывать. Тем более сетик есть, который помогает. Так. Я что-то иду туда, иду, сюда, иду. Куда приду, непонятно. Рахим, давно стримите? Минут 10. Может, меньше даже. Слушайте, столько путей, блин. Тут, похоже, надолго мы застрянем. Надо запоминать, где были, где не были. А, это мы... А здесь какой-то пожар. Правильно иду? О, отлично. Так, я опять же вышел туда, где приходил. Может, не надо было в огород выходить? Я же здесь был, получается. Просто с другой стороны зашел, правильно? А, ну да. Я отсюда... Отсюда-отсюда, короче. Надо обратно зайти. Здорово, Левиафан. Так, отсюда, значит, залезем дальше. Вот так пойдем. Вот сюда пойдем. Ого. Так, здесь какой-то мостик. Так. Папам, у тебя был... Ага, сейчас. Нет, конечно. Я же жить хочу. Что? Неразборчиво. Так, Бурдухунда. Здесь был... А здесь спокоится Бурдухунда. Ну вот, получается... Кажется, все надписи переведены на язык юколов. Стоит их почитать. Здесь лежит дядя Бурдундахна. Он умер с молотом в руке. Так, значит, надо... Здесь лежит дядя Бурдундахна. Э, Бурдундахна. Он умер с молотом в руке. Го лучше Outlast 2. Так, прошли же Outlast. На ютюбе есть. Так, а, стоп. Это второй камень. Секундочку. Я сейчас, чтобы не запутаться. Я какой чекал? Так, этот чекал, да? Блин, я что-то запутался. Сейчас, секундочку. А здесь? Интересно, кто живет в этих трещобах? Так, здесь никого. Этот камень чекал. Этот чекал. О, стой. Здесь спокоится кузина Рукалия Дахна. Попавшая в рабство, но погибшая, как героиня. Рукалья Дахна. Жила рабыней, умерла героиней. Жила рабыней, умерла героиней. Наркоманкой, короче. Так, она что сейчас? Будет вламываться в неизвестную хату? В чем соль игры 0 и сахар? Решать загадки. Вывести племя. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Как она что-то нашла? Да. Так она воровка, получается, да? Здорово, спайден! Ух, оксель, оксель. Аутлас, нафиг. Добрый вечер. Извините за беспокойство. Дверь была открыта. Извините за мое любопытство. Я путешествую вместе с кочевниками, разбившими лагерь на стадионе. Им необходимо посетить свой древний храм, который стоял где-то тут раньше, до изменений. Вы ничего не слышали об этом храме? Он очень важен для иколов. Священин. Вы не знаете, где он находится и существует ли он вообще. Я настаиваю. Прежде чем вы уберете рукопись, дайте мне на нее взглянуть. Все указывает на то, что ее давным-давно написал один из иколов. Здесь планы в перемешку с заметками, которые я должна признать, не могу понять. Но очевидно, что тут указано, как найти священный храм. Ты с детства знаешь русский, ага. Похоже, рукопись для вас много значит. Но все же вы должны отдать ее. Да вреже и полы обречены, если не смогут найти священный храм. С локтей заедет. Знакомое имя. Он был духовным проводником прошлого перехода. Вы его знали? Его убили прорабы. Они заставляли его работать, работать, а потом работать еще. И потом работать. Хуже, чем животные. Я не хочу отдавать журнал никому в том лагере. Хоть убейте. Я не та, кто вы думаете. Я не имею отношения к тем, кто строил стадион. Я бросила все, чтобы сопровождать Юколу в путешествии. Теперь я одна из них. Думаешь, я дура? Никому верить нельзя. И такой, как ты, я не скажу ничего. Ты не стоишь даже Юкола полукровки, как я. Ты просто большевик. Ай, а вот это ниже пояса. Вот это ниже пояса. Он был вождем Юколов, работавших как рабы на строительстве стадиона. Он сошелся с женщиной отсюда. Зенит-арену вот еще с тех пор строят. Видите, про стадион рабства говорят. Я и родилась. С тех пор. До сих пор пилят, пилят. За мной гонятся люди, которые охотятся на нас. На караван Юколов и меня. Они желают нам зла. Юколы, с которыми я пришла, тут недалеко. Я могу позвать одного, чтобы он за меня поручился. Зачем? Ты, наверное, ими вертишь, как хочешь, большевичка. Юколы. Хватит. Большевичка. Ты комсомолка. Зенит-арена. А лицо у самой на гадюки больше. На гадюку больше похоже. Смотрел финал с гамбитами? Нет, нет, это поздно было по времени спать отправиться. Делают это потому, что он решил пожертвовать собой ради спасения храма священных церемоний, чтобы все будущие переходы могли получить благословение духов. Это хорошо. Никогда нельзя забывать о духах. Ти и спиритулу макраенок бекнок вану. Вот так Юколы чтут его память. Да пребудет твой дух с духами предков, и да не будет забыта твоя жертва. Вот как говорят Юколы. Даже большев... В смысле, даже строители стадиона не знали, что это значит. Строитель. Отдай этот блокнот своему проводнику. Он поймет, если он действительно тот, о ком ты говоришь. Дух моего отца покажет путь. Спасибо. Твое спасибо подождет. Я не знаю, где находится храм. И даже с рукописью найти его будет непросто. Здорово, поляк. Здесь слишком много бетона и железа. Иногда даже духи бессильны. Так. Здорово, Хом Чукас. Я Марадж. Я отдыхал вчера. Спасибо за переживание. Так. Значит, в алтарь, да, надо зайти? Почему она сразу выходит? Мы же хотим алтарь чекнуть. Так. А, алтарь не в комнате, что ли? Он где-то на улице, понятно. Ну, мы просто побегали. Все-все, понял. Блин, тупить начинает опять камера. Так. Рахим, что будем проходить после Сибири? Чеки. А завтра пройдем четвертый эпизод. Валькин Дед. Ну, ходячих мертвецов. Вокинг Дед. Так. Вот этот алтарь. Тут какая-то пипка. Некоторые погибли ради племени. Другие, чтобы помочь им. Пусть память о них живет во веки вечной. Вот такие дела. Что-то не так. Так, она сейчас прыщ этот забрала. Линза Юколов. Хорошо. И сохраненочка. Хорошо. Больше здесь ничего нет? Ну, вроде как нет. Уходим. Уходим. Так, здесь уже все мы чекнули, правильно? А, стоп. Какой-то сугроб был. Ни... Стоп, стоп, стоп. Так. Вот так мы шли. А, еще всякие, да? Просто надписи. Блин, как же вот эти баги достать? Так. А мы откуда пришли? Слева или справа? Здесь камера. А, это мы смотрели. Ладно, черт с ним. Так, выходим, да? Беги к костру в начало. Ну, я так и думаю. Так и думал. Уходим отсюда. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Мне бы такую задницу, как у нее. Ну, вот ты и спалился. Шатунов. Как бы мужчины в основном писюн просят, а ты задницу. Что-то тут не то. Что-то здесь все-таки пошло не так. Опасайся. Так, выходим к костру. Уходим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так Ищем где это теперь Наш проводник От слова провод Нет Ну не можешь на одном месте сидеть Где он носит А вот он же Так Как твои успехи Кейт Уокер Кейт Уокер Ну я только что встретила дочь твоего предшественника Хана Тихана На местном кладбище Правда? Что она там делает? Нет, вижу Она долго была одна И показалась странной Но вообще она очень милая Я бы вдумал Как думаешь, она поможет нам найти храм? Она дала дневник своего отца И я надеюсь, он поможет быстро найти храм Но он на Юкольском Ты можешь мне его перевезти? Конечно Было бы еще в Блисайце Потому что она встала такой же писюн, как у нее Но не обязательно у нее же просить Да Для меня честь встретиться с потомком одного из спасителей храма Я навещу ее, как только закончу перевод Дай мне дневник Прошло три года Типа перевел, да? Камера показывает нам Все ясно И что? Найдите тайный храм Юколов И что стало? Не понял Ну Так, окей Давайте-ка посмотрим на этот Если эти линзы правильно разместить Свет усилится Логично А дневник? Так Где твой приколы? Где мой приколы? У Юколы? Так Так он не перевел, что ли? Непонятно И что теперь? Идите вновь к эскалатору И поднимитесь наверх А, ну там мы были Да, 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 да В комнате с наградами мы были Это хорошо Это хорошо Спасибо Значит, знаем, куда идти Только я, по-моему, самый большой круг выбрал А, я вообще неправильный круг выбрал Это я молодец Что за игра? Сибирь 3 Блин, что за камера? Нафиг мне ее с затылок смотреть Ладно Я все равно отсюда выберусь А, вот выбрался Хорошо Папам, ты покушал сегодня? Да, спасибо, зай Так Идем к эскалатору Теперь проходим дальше Выходим в комнату Чучо, приветствуем Добро пожаловать на Стримчанский Двойная дверь Входим, где награды И? А, вторая линза Ну и что ты тупишь? Забирай А, я не могу сломать, что ли? Ну-ка, а если вторую линзу? Невозможно Так А, что тогда Сюда Может ножичком? Это не сработает Так Зрители, сколько стрим идет? 30 минут Так, я не понял А чем ломать-то? Сейчас побегаем Поищем тогда Шарф? Серьезно? Шарф? Причем тут шарф? Офигеть Блин В натуре шарф И на Круто Вокруг стулья есть Всякие вещи Нет, надо рукой, конечно, пробить Ну, дура Вот так вот Вот так вот Головешкой-то Надо думать Я больше испугалась Ну, хоть от шарфа избавились Меньше штыкать придется Так, хорошо Почему так мало людей тебя смотрят? Ну, судьба Судьбинушка Она такая Так Взяли Все С этой локацией можно валить Так, похоже, да Здесь больше Ничегошеньки нет Угу Теперь нам, похоже, на эскалаторы Надо дальше Видите, тайный храм Спасибо Стало понятно Сразу, что делать Нет, здесь больше нечего ловить Отсюда выходим Бабам-вор Я верну потом Найду храм Юколов И верну Спасибо за Укласс Было круто Пожалуйста Служу Отечеству Пройдите по коридору С красной дорожки До конца И спуститесь вниз По узкой лестнице Вы должны заметить Красный стул Так, 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 так Спасибо, сетик Пройдите по коридору с красной дорожки До конца и спуститесь вниз По узкой лестнице Ага, до конца, да? До конца И спуститесь вниз по узкой Не спешите следовать еще ниже А, это вот как раз таки еще ниже Это было как раз таки еще ниже, да? Вот этот стул Нет, здесь ничего нет У меня тоже красный стул Думаешь, это судьба? Лучше стример, жалко, задонатить нечем Да не переживай, братан, это все фигни А, вот стул Вот этот? Да, точно Опа! И что за код? А, Outlast есть на ютюбе Можете без проблем посмотреть Если кто, кому интересно Может надо на книжке что-то посмотреть? На книге уколов, как-то, знак есть Сейчас посмотрим А, вот-вот, видите? Вот такой же знак Вот так Вот так, вот так Шестерка, шестерка Так, кстати Не такая, наоборот Как-то сверху, которая Или тут только такая есть С подсказками неинтересно, Жень Ну, так-то я тупить буду долго Блин А может я Может я книжку наоборот смотрю? Ну, давайте попробуем Вот, наоборот Сделать как Ну, и как видите По многим вещам Я сам догадываюсь Так, не понял Или я все-таки Не то делаю Так Там полоски на цифрах А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Не, явно не то. Должен был какой-нибудь скрипт сработать. Так. Так, сейчас еще раз книжку посмотрим. Явно ответ в ней. Ты летишь на полы справа лес и писюнов. Слева море какашек. Куда будешь садиться? В море какашек. Во-первых, можно отмыться. А репутацию не отмоешь. Блин, я же хотел посмотреть внимательно. Да черт. В дневнике смотри. Да, я знаю. В дневнике смотрю, но пока понять не могу, почему буквы не совпадают. Да бух, тупой. Троечку надо нажать. Троечку. Вот. Может, вот это тогда надо смотреть? Дневник нельзя открыть. Он вот так просто. Он не открывается. Тогда вот это, да, наоборот, получается? Два-два. Но. Да и он не листается, дневник? А, листается? Слушайте, блин. Блин, точно листается. Я посвящаю эти строки тому, кто придет после нас, кто будет продолжать новый переход священных страусов в воскверненные земли. Теперь вы понимаете, почему мне нужны подсказки. Хранитель моя плоти кровь уже сказала тебе, что возведение святотатственной бетонной мерзости на месте нашего храма вынудило нас скрыть святое место. Поэтому я оставил тебе карту, и это воистину карта, на которой символы суть слова, а указания загадки. Так, во-первых, сколько там букв? Вот это, наверное, да? Так, секундочку. Я думаю, вот этот знак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь символов. Там как раз семь символов. Сейчас я скриншот сниму с экрана. Так, скриншот снял. Сейчас вернёмся. Так. И вот последняя... Там же семь... Не, а тут шесть. Прикол, а тут шесть. Надо найти что-то с шестью символами. Надо найти что-то с шестью символами. Секундочку. А может это точка в конце? Может её не считать? Так, секундочку. Ещё раз. Только одна страница? А нет, слушайте, тут много страниц. А-а-а, тут много... Блин... А-а-а, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Блин, огроменными цифрами прям написано, чтобы слепому было понятно. Юксик. Подождите. А вот там пять было огроменных букв. Так. Вот смотрите. Раз. Два. Три. Может последний надо самому догадываться? Так. Секундочку. Значит, скриншот беру. Так, это первые четыре. Первые четыре запилим. Стоп. А потом я вернусь. Мне получается, надо же заново делать. Блин. Так, ещё надо скриншот снять. Короче, вы запомните... Вы запомните... Пятый символ. Пятый символ запомните. А остальное методом перебора сделаем. А. Или надо всё внимательно прочитать? Так. Раз. Два. Три. Четыре. Вы запомните, что пятая... Пятая вот такая вот загогулина. Как R. Против часовой стрелки повёрнутая. Как буква R. Против часовой стрелки. Вроде как всё, да? Вроде как всё. Окей. Всё, начинаем. Начинаем операцию. Давай, бабам, покажи, что ты не тупой. Значит, первая. Блин, а поближе нельзя? Я плохо вижу. Такая... Столб такой посередине. Вот. Но наоборот. А, это, видимо, стул, что ли, перевёрнутый? Блин, он... А, нет. Да, короче, он наоборот сделан. Прикиньте. Ладно. Теперь такая закорючка. Закорючка вот такая. Да, вот как... Да, другого варианта нет. Вот такая. Затем как шестёрка. Первый неправильно. Смерть, жертва, скорбь, смерть, боль, безумие. В таком порядке. Так, ааа, всё, секундочку. Значит, смерть первая. Блин, пипец они придумали. Так, значит, смерть первая. Сейчас, секундочку, я знаю смерть. Эээ, в смысле, не то, что я знаю, как бы, да? Не то, что... Так, смерть, получается, вот это. Затем... Эээ, жертва. Сакрафайз, да, получается? Сакрафайз у нас... Такая шестёрочка. Нет. Слушайте, а нету здесь Сакрафайз? Блин, нету Сакрафайз. Так, секундочку. Сакрафайз это жертва, сто процентов. Ну... Её нету здесь, она? Прочитай по... Нет, я знаю, тут я в скриншот снял. Тут написано. Боль. Смерть, жертва, да? Реально нет во втором столбце. Так, ты на ней остановился? Да нет, вот не может быть это. Так, ладно, давайте сейчас третью сделаем. А-а-а... Смерть жертва Скорб. А-а-а... А боль... Скорб это Мурнинг... Мурнинг, да? Типа такого. Это получается... Вот это, да? Вот это. Смерть, жертва Скорб. Опять смерть. Опять смерть. Блин. Они каждый раз разные, что ли? Вот этот знак... Вот этот знак является жертвой. Но его здесь нет. Вот это знак жертвы. Так, смерть, жертва Скорб. Вот это знак жертвы, на самом деле. А-а-а... Смерть... А-а-а... А здесь смерти нет. Вы что-то путаете. Мне кажется... В смысле четвертый, правильно. Был. Так. Думаешь, вот это? Ладно, пока оставим. А-а-а... Смерть, боль. Боль. Вот это, по-моему. Боль... Безумие. А безумие какое было? Безумие, что у нас было? Я не помню. Типа R, да? Перевернутая. Вот так? Нет. Блин. Так, короче, смотрите. Какой неправильный? Сейчас по порядку. Какая из них неправильная? Скажите мне. Сейчас мы... Сейчас мы добьем. По порядку. Вот первая правильная или нет? Первая тоже неправильная? Хорошо. Вот так правильно? Я буду сейчас по одному перебирать. Вот так правильно? Всем привет, это нормально. Здорово, Смерх. Вы не могли бы попозже подойти? У нас зеленка сейчас кончилась. Пятый неправильно. Так, сейчас по порядку давайте. Вот первый теперь правильно стал? Тоже неправильно? Окей. Бабам, просто можно загуглить картинку. Нет, это будет совсем нечестно. Ну блин, ДЭС как R. А, вот. Вот это разве неправильно? Вот это правильно? Уже ссылки дает. Смайл-подсказка. Вот, вот теперь правильно стало. Так, ладно, давайте сейчас этот скриншот посмотрю. Тут годы займут. Секундочку. Когда будешь комментировать CSGO? Ну, когда будет открытая GO TV-шечка. Сразу запилим. Пока. Так, секундочку. Секундочку. Это будет совсем нечестно. Ладно, давай. Так, секундочку. Ну, время уходит. Мне жалко ваше время. Так. А, ну я почти правильно угадал, да? Так, почти. Сейчас. Сейчас. Вот. Блин, я все неправильно что ли сделал? Пипец, конечно. Вообще неправильно все сделал. Офигеть. Хотя бы одну правильно сделал. Нет. Вот. Легко вообще. Опа. Еще линза. Линза U-Call of 0.2. Все. Окей. Возвращаемся. Не, ну так-то просто, конечно, было, да? Так. Что дальше, короче? Сейчас я скриншоты все уберу. Так. Окей. Идем вниз. Хотя мы внизу не были. На три вечка горит. И как бы вам решает голова ломки. Издеваетесь, издеваетесь. Ага, уберет он. Что? Не, ну я убрал скриншот, который сам делал. А, так. Идем к костру, да? И так. Долго еще игру летая? Ну, сейчас эту главу пройдем. Я так понимаю, это конец почти этой главы. И потом одна глава остается. А как известно, одна глава хорошо, а две лучше. Без подсказок ты бы мог в нее играть вечно. Но это точно, да. Ну, очень долго я бы играл. Ну, может быть, даже вечно. Разве что бы и с утра до вечера перебирал варианты. С утра до вечера. Куда-сюда. Каждый сантиметр карты бы тыкал-тыкал. Да. Это хорошо играть в молодости, когда времени дофигища. Так, а где этот? Обалдуй. А потом что? Потом завтра Walking Dead пройдем. Новый эпизод, который вышел. А мы еще четвертый эпизод, по-моему. Ну, а затем... Блин, а где этот? За тобой беременна... Да, Outlast 2 прошли. На ютюбе есть видос. В заключительной части. Да реально, ты-то, балдуй. Куда смылся? У костра, может, где-то? Что-то я его не вижу. Что за хрень? Может, СССР надо было обойти? Эй, где ваш вождь? Это не он? Нет. Где прятаться храм? Где прятаться? Где ваш вождь, дебил? Мы не можем идти дальше без благословения духов. Ты как сериал на самом интересном, Walking Dead, а потом что это? Может, наверху надо отдохнуть? Ты как сериалы? Не понял. Что значит, я как сериалы? Хорошо, это все отлично. Где это? Не время спать. Мы не можем идти дальше без благословения духов. Так, еще раз оббегаю костер. Вдоль стен стадиона Влево будет поворот Стадиона? Аааа, это вот где вождь? Эээ, где эта девчонка психованная? Там, наверное? Он, наверное, к ней пошел. Они же хотели поболтать. Точно, сейчас туда зайдем. Они, наверное, там сейчас И я их обломаю. Они там, наверное, хотели Та и как бы долго была одинокой, да? И как бы Этот Юкола, несмотря на то, что Маленький, сами понимаете. Сами понимаете, да? Опасные! Пусть им маленькие. Так. Так. Сейчас заходим в дом И они там. Давай, давай, заходи. Заходи, не стесняйся. Присоединяйся к нам, Дуняша Дубровская Тика. Вот. Твое место с твоим народом В странстве. Раньше я сочла бы это За честью, проводник. Но? Кто-то же должен Направлять караваны На путь к храму И следить, чтобы Никаким злым людям Не удалось его уничтожить. У смертного ложа отца Я поклялась, что Этим кем-то буду я Должен быть другой способ Не думаю О, проводник В любом случае Я не представляю жизни Вдали от духов моей семьи О, проводник Я даже не думал, что Однажды встречусь С потомком Прошлых переселенцев Я даже не думал, что Однажды встречусь С потомком Прошлых переселенцев Габелин Юколов Спасибо Спасибо, что Помогли мне найти Родных И что? Не, ну давайте Когда ближе к телу Я даже не думал Что Хорошо Ты не думал Это здорово Переселенцев Все, мы же Поболтали Все, вали Ты не туда Прошел Ну мне же В лагерь надо было А может В алтаре Опять пойти? Вот Некоторые погибли Ради племени Другие Чтобы помочь им Пусть память о них Живет во веки вечной Так, короче Надо обратно В лагерь Вернуться Похоже Так, возвращаемся К бассейну Потом в храм К какому бассейну? Где бассейн был? Когда будешь Комментить? Ну, к сожалению Не от меня зависит От обстоятельств Когда ты комментатор А не стример Не ты диктуешь условия И правила Вынужден ждать Когда будет Гоу ТВ Ааа Ниже стула К лагерю беги Но не к костру А вдоль стадиона Хорошо Вдоль стадиона Так Сюда не надо Заходить Получается Отсюда выходим Вот сюда И вдоль бежим Анот рассказывает Как ты Не хотел сглазить Так Ну Так я и Изначально Планировал Такой трюк сделать Чтобы гамбиты Стали чемпионами Не хотел Что их сглазить Изо всех сил Как бы Прогнозировал Против них Вот ты жук Извините Гамбиты Стали чемпионами Да Благодаря кому Ниже стула В бассейн Потом То есть Сюда не надо Бегать вдоль стены Мне же вдоль стены Порекомендовали Ну тут Какая-то Дверь Есть Здесь Я не был Может это Другой Путь Здесь Такая же Локация Огромная Не может Быть Просто так Здесь Явно Что-то Надо Делать Сейчас Секундочку Наверное Просто Тоже К бассейну Но с другого Другого пути Наверное Вот Какой-то Храм Видите Вот Это же Не просто Так Нам Нам Так Сложно Было Выбраться Из метро Я Туда Не вернусь Ух Ух Блин Я В метро Что-ли Притоптался Черт Блин Надо было Ити ниже Стула В бассейн А потом В храм Вот Вы Не сказали Что Нужно Бежать Там Где Пониже Стула Что Получится Зря Стук Обегал Или А вот Представьте Если бы Я без Подсказок Играл Я бы Тут Все Бегал Б Обегал Б Пытался Что-то Найти Так Подходим Так 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 Секундочку Бегите Обратно К лагерю Где горит Костер Но не Сворачивайте К ним А продолжайте Идти Вдоль Стен Так Я шел Вдоль Стен Слева Будет Поворот Ведущий К высоким Дверям А как Отсюда Выбраться Так Отсюда Выбрались Ищем Высокие Двери Сейчас Со столбом Поцеловались Выбрались Что за Хрень Ой Оксель Моксель Так Ищем Высокие Высокие Двери Вроде Не видел Я их Ладно Давайте Посмотрим К стулу Вернемся Стул Я помню Где Помнишь Как я Погнал Чекнуть Нычку В столе У чазовщика Помню Помню Ты уже Четыре раза Об этом Говорил Уже Дети Мои Даже Запомнили Так А вот Эти двери Может Но они Не такие уж Высокие А Сюда И нельзя Что за Карлики Они не Карлики Это просто Она Баскетболистка Блин Получается Сюда Надо Заходить Так Вот здесь Смотрите Вот стул Ой Нет Так Подождите А где Стул Блин Придется Такой Круг Делать Чтобы К стулу Пойти Ладно Пойдемте К стулу Все равно А то я Толком Не помню Как к нему Ити А Подождите Надо Было Вдоль Да Вот так Бежать Дальше Надо было Затем То ли Свернуть То ли А да Свернуть Надо По-моему Вот на Узкое Сворачиваем Вот стул Теперь Куда От него Наверх Наверху Мы не были Или вниз Ну вниз Это выход Вниз Мы были Это выход Или Там Еще Есть Пути Так Наверх Или вниз Вот От стула Куда Здорово Зиппер А вниз Да Все-таки Окей Слава Привет Привет Так Здесь выход А где бассейн Получается Сюда наверх Бассейн Бассейн И что Здесь же нет Никакого Бассейна Так Внизу Нет Никакого Бассейна Так Здесь выход К этому Обратно К костру Нет Так Вышел Ворота Ну вот Отсюда Дорога На это Отсюда Вот Идем Вдоль Стен И где Тут Ворота Высокие Не Сворачивай Костру Не Сворачиваю Бегу Но я Так И бежал Я Уже Два Три Раза Тут Бежал Бегу Вдоль Стен Бегу Вдоль Стен Бегу Вдоль Стен Слева То есть Я сейчас Ушел Далеко Вот Налево Где Налево Так Иди Вдоль Стен Я не Понял Иди Вот Лево После Гнома Ну Тут Нет Лево Пути Никакого Вот Иду По Высоким Деревьям Хорошо А Вот Это Вот Где Забор А Ну Вот Ж Видите Тут Как Замаскировано Сволочи Да Легко Вообще С первого Раза Нашел Нормально Так Хорошо Конечно Бабам Квесты Проходят Это Мой Жанр Да Это Как бы Мое Призвание Проходить Такие Игры То есть Прям Талант Да Ты Уверен Что Пройдешь За Сегодня Я Очень Надеюсь Что Мы За Сегодня Пройдем Видите Как Я Мастерски Прошел Так Что Дальше Тут Ступеньки Наверх Давайте Наверх Ну Что Давай Ладно Видимо Нельзя Осталась Лас Глава Ну Я Еще Тут Не Добежал Если Что Так Что Не Надо С бабам И чем Никогда Не Знаешь Храм В Бассейне Это Колодцы Что Это Что Это За Прям За Мною Повторила Телепат Ков Хреново Опа Трамплин Что Как Туда Пробраться Линзы Вставь Куда Нет Трамплин Похоже Надо Какие Что Доска Почета Какая Кто Кинул Это В Бассейн Кто Кинул Это В Бассейн Кто Кинул Это В Бассейн Кто Сделал На Дне Бассейна Так Я Смотрю Ты Подготовился И Выучил Диалог Да Все Все Слова Заучил Чтобы Как Блеснуть Мастерством Удивить Зрителей Шокировать Контентом Контент Так Наверх Значит Топаем Дальше Здесь Какие-то Развалюки Нет Как Не В ту Сторону Вот Так Можно Подняться Нет Ок Ну Кружок Сделал Ничего Страшного Так Здесь Тоже Нельзя А Вот Он Трамплин Вот Он Трамплин Теб Балдуй Ходят Здесь Хоть Вы Помогли Что Ли Шаман Пытаться Сказать Духом Где Храм С Такой Камерой Еще Подниматься Ладно И Блин Случайно Нажал Ёксель Моксель Твоюж За ногу А Можно Нажать И она Сама Поднимается Оказывается Можно Было Нажать И она Автоматом И Поднялась Нормально Нормально Как Че За Хрень А Линзы Вставлять Так Зеленый Красный А Типа Поверь Ой Удобно Сама Вставляет Куда Надо Я думал Еще Тут Гадать Надо Опа Че За Буйство Лазеров Невозможно А Вот Так Че Неправильно Сама Вставляет Куда Надо Удобно Ну Да Вот Отлично Чего Ох Нихрена Себе А Все Что Ли Она Справилась Зеркала Откроют Храм Так Я и подумала Но мне нужна помощь Чтобы их направить Юколы Помогут Мисс Кейт Уокер Их ведет Так Не понял И что Чего Тихо Тихо А вот Сюда Наверное Блин Мышка Гребаная А Стоп Вот Кажется Нормально Так Попал Не Все Нормально Здесь Здесь Я легко Справлюсь Вот Красный Готов Видите Красный Надо В красный Сейчас Только мышкой Нормально Попаду Да Хорошо Спасибо Пожалуйста Так И теперь Зеленый Зеленый Нам нужно Как-то Раздвоять Вот Надо Как-то От него Планируешь ли ты Снимать Влоги Или Запилить Видос По прогнозам На следующий Да Буду Снимать Влоги Обязательно У меня Все Готово Пока По Времени Вот Проблема Только Бабамыч Заканчивай Секундочку Так Секундочку Нет Тут По-моему Скриншот Нужен Так А если Здесь Посмотри Здесь Тоже Нужен Сдвоенный Да Так Я Скинул Скрин Ок Бабамыч Не теряй Нервы Хорошо Я думаю У меня ощущение Что я и по Скриншоту Не смогу Попробуем Ух Нифига Себе Я Зеленым Кстати А С красным Угадал И блин Я с красным Угадал Между прочим Я с красным Правильно Сделал Вот так Так вот Бабамыч Не тупой Бабамыч Не тупой А зеленый Значит Поворачивается Поворачивается Сюда Так Вообще Блиса Скриншотом Так удобно Слушайте Всем советую Так Сюда Да И последний Вот так Так А этот Блин Вообще Легко Видели Как Бабамыч Справляется Видали Видели Как Бабамыч Делает Блин Какой Профессионал И Синенький Да Еще Надо Блин Вообще Советую Всем Скриншотами Пользоваться Теперь Я читаков Начинаю Понимать Читеров Блин Этих Засранцев Да Вот так Вот Никогда Не знаешь Когда Сам Будешь Засранцем Так Сюда И Надо Вот так Повернуть А А нет Вот Так Надо Повернуть Вот Вот И от него Повернуть По-моему Так Получается Да Ёкс ли Мышь Да Блин Ну Попади Уже Или Сюда Надо Нет На Эту Надо Че Мышки Не попадает Я Не Винал Как Это Камера Дебильная Да Ёкс Мокс Вот Да Сейчас Секундочку Новая Лога Будет Завтра Так Секундочку Может Не туда Делаю Сюда Надо Одно Незадействованное Не Подождите У меня же Скриншот Есть Так Синий А Он смотрит Да Вот сюда Он смотрит Слушайте Только Почему Он Не Не Попадает Так Секундочку Давайте Я еще Овервью Сделаю Сверху Так Синий Идет Сюда Отсюда Туда А По прямой Бли Тут Как Все Хитр Оказывается Вот Так Надо Вот 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 По прямой Вообще Легко Так По прямой При этом Угол Не Показывает А От него А От него В дырочку Идется Правильно От него Уже В дырочку Идет Так Отлично Отлично Стоп Что-то Не то А Вот Так Да Вообще Легко Видели Как Видите Как С первого Раза Блин Даже Скриншот Не понадобился Сам Справился Сам Как бы Ну Как бы Мозг Да У меня Сразу Проработал Там Лучи Вот Это Все И Сразу В любом Суча Спасибо Что Пытались Мне Помочь Как бы Но Как бы Мозг у меня Шустрее Сработал Так Так Могер Все Сделала Она Пойдет В храм С нами Одисчалые Так Что теперь В храм Надо Присоединиться Уколом В храм Блин Вот Реально Мне Теперь Вот Столько Топать Где Лестница То Хоть Была Чтобы Я Сейчас Лестницу Попытал Ну Вообще Спасибо Скажите Что Я Не Прошу Скриншот Лестницы Скинуть А Я Бо Мог Так Здорово Дотекс Ну Что Скриптик Хем 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 Опа Оттief Харсенбаха Ишь Ага Играем КОНЕЦ Ого, волчара Что потом будешь играть после Сибири? Завтра надо пройти новый эпизод Ходячих Мертвецов Но это на один стрим А потом будем думать Кейт, Кейт Кто вы? Кейт, бедняжка, ты не узнаешь своих родных Возвращайся домой Послушай свою мать Безусловно Мы не можем до конца поверить Что такой блестящий молодой юрист Может вдруг повернуть на стезю беззакония Мы обратились в суд, мисс Уокер Мы не оставим это так, как есть Ты должна понять, Кейт Я не мог ждать тебя вечно Ты подвела нас, Кейт Я была твоей лучшей подругой Самой близкой Выходит, они все-таки были правы Тебя больше нет, Кейт Для нас Ты мертва, Кейт Кейт, вы в норме? Я Да Мне надо на воздух Давай выйдем А подруга-то сволочь оказалась Не, парень-то ладно Как бы парень, он себя не может контролировать Мы-то понимаем А вот подруга, конечно Точно в порядке Не хочу вас задеть Но мне показалось, что вы были не с нами, Кейт Уокер Призраки Всего лишь призраки Ладно Я очень устала Посплю пару часов до рассвета Тогда я подожду вас здесь Доброй ночи, Кейт Уокер Пока, Оскар А, are you the CSGO commentator? Yeah, I am, mate Can you talk English? Just asking Yeah, I can, if you have some question On London language Езда на страус На страусов Бедняжка осталась одна все-таки Там он, типа, просыпается Что происходит? Ничего, такая маечка, да? Папам, кинотеатры в Дубаях тоже все золотом покрыты Это стереотипы Не все И не прям полностью Только вот сидение Ну, динамики Вот эти аудио Итак, короче, не все, да Стереотипы Так, что мы делаем? Встретитесь С курком Ну, наверное, впереди должен быть Он уже, типа, вожак Ну, вот это Это не кур? Why so small viewers Because of destiny Так, какой-то мост И что? А где этот курк, блин? Сейчас, секундочку Вы что-то говорите London language Это мем Где курк гребаный? Он как вожак Разве не должен впереди быть? Ну, кедр Это ее место, правильно? Он что, в самом конце, что ли? Почему в этой игре даже кого-то найти тяжело, блин? И никто подсказать не может Forking bitches Да не вожак, а проводник Чекни ящик Ужасно Что случится со священный мост? Наконец-то, мискейт у ока Наконец-то А вожак где? Вот это? За рекой племя Быть в безопасности Где лестница? Все-таки сюда? Наш друг шаман там Она отдыхает после ритуала А я слежу за всем остальным Привет Ничего себе камин, да, у него? А, мискейт уокер И че? А я васке нужен отдых Тухи много пить Мискейт уокер Нужно вернуться Если ей нужна помощь Короче, это не здесь, я так понял Какой ящик? Где ящик? Шаман проснуться Отдыхать на страусе дома Чего я не понял? Мне нужно увидеть вожака Потом дальше буду копать Сейчас Каждого чекнем За рекой племя Быть в безопасность Наконец-то, мискейт уока Наконец-то Страш уже должен был сказать А, вот здесь мы Не, здесь мы были сами Где-то тут мы сами были Да, хорошо, бери, бери И просто бери Как здорово Все? Ее колы сохранили все вещи Которые я смогла забрать из клиники Иди к пограничнику Все, здесь все взяли Все, уходим Воровать не... Это, это, я не в... Это, я не в... Это, я не воровал Это мой верблюд Ну, страус Ну, какая разница Так, все, да, здесь Палку не берется Там больше ничего не бралось Не так Точно палку можно взять? Блин, вы рофлите Там уже вообще ничего нельзя Там просто кликаешь И она говорит Что юколы взяли Все, что там надо Вот, больше ничего не берется Так, пойдемте к пограничнику Я не понял, где пограничник Это что за страусы? Да, на селитре Так, все Возвращаемся назад К пограничнику А где пограничник? Я бы не брал палку Так, здесь мы у всех протыкали Вот тут какие-то ящики А, позади верблюдов? В смысле, не впереди А позади Понял Короче, дальше надо бежать, оказывается Все нормально Все нормально Я как бы на диете, сами понимаете. Да блин, все-таки впереди верблюдов, что ли? Ну вы даете. Так это же впереди верблюдов, а не позади. Позади где зад? От слова позади. То есть позади. Значит справа от моста. Ну вот я, блин, вот у меня чуйка была. Но зато хоть девайсы подобрали, да? Фига себе, какие-то... Ух, них! Ну есть что подобрать. Все сейчас подберем. Все что валяется, все подбираем. Блин, а потом уже это все надо как-то собирать во что-то, да? Да-а-а-а. Ну конечно, без палки. Куда без такой толстой? Так, все вроде взяли. Сейчас еще будем... Сейчас еще будем полочки освобождать, нет? Блин, что тут, короче... Я как понимаю, здесь все глухо. А, и нужно будет нужные элементы засовывать. Так, ладно. Давайте сюда потом вернемся. Ой, камера, кам... Успокойся, камера. Так, а там что еще? Еще дрова? Они промокли, когда были снаружи. Да? У меня вода, смотрите, какая прикольная. Как ткань. А, вот он что ли? Вон он. Он, вон там, да, был? К нему надо. Я чувака случайно увидел. Пипец, он заныкался, блин. Какал, что ли? Пипец ты даешь. Все хорошо. Мы же скоро перейдем мост и будем в безопасности, да? Наш священный мост разрушен. Ну, вон трусики потенья. Новый мост выглядит неплохо. Почему? Священный мост прямо тут. А этот, таможенный, с полицией, чиновниками и бумажками, он не для нас. Я прошу прощения. Почему караван все еще не переходит? Нам нужно разрешение стража. Но из-за состояния моста я очень беспокоюсь об этом. Кто он? Хранитель священных земель. Великий мудрец. Человек без возраста. Он видел бесчетное число переходов и всегда жил в юрте на той стороне. Он один из тех, кто подтверждает, что удача, дарованная духами в последней ночной церемонии, действительно нам сопутствует. Юколы не могут пересечь священную реку без его разрешения. Они, Юколы, могут перейти? В принципе, да. Ты о чем? Я перейду по другому мосту и выясню, что там со стражем. Так, отвечаю на вопрос. Извини, что не по теме, но по какой причине ты решил комментировать игры? Я не хочу тебя оскорбить, однако тебе не 20 лет и подобное меня удивило просто. Повторюсь, что я ни в коем случае не хочу тебя обидеть. Я лишь просто интересуюсь. Ну, в нормальный вопрос отвечаю. Это хобби же для меня. У меня есть работа, у меня семья, дети. У меня уже все основные стадии в плане жизнеобеспечения или вырастить детей, построить дом. и прочее, как бы, выполнены. И поэтому после такого этапа самое время заниматься тем, чем тебе нравится. Потому что, понятное дело, что комментирование — это не профессия. То есть, как бы, это не то, чем я планирую заниматься. Когда в 20 лет ты комментируешь, ты, скорее всего, связываешь или надеешься, что у тебя будет будущее связанное с киберспортом, что тебя будут приглашать на соревнования, что ты будешь, как бы, именно этим зарабатывать и прочее. А когда ты в 35 этим занимаешься, это, понятное дело, хобби. И вообще, если у тебя есть знакомые такого возраста, то ты обратишь внимание, что именно те, кто уже, как бы, ну, как бы, уже стали зарабатывать на нормальной работе, как бы, или там какую-то профессию определенную имеют, они начинают увлекаться чем-то иным дополнительно. Ну, просто осмотрись. Это может быть йога, это может быть фотографии, это может быть какие-то выезды, куда-то на горы, там, походы какие-то. То есть, понимаешь, это такой этап, когда ты уже начинаешь по-другому смотреть, пытаешься пробовать что-то еще, но уже делаешь это в свое удовольствие, потому что, как бы, у тебя уже нет задачи именно по жизнеобеспечению. То есть, как бы, это идет своим чередом. Вот такие вот дела. Поэтому это для меня хобби, то есть, с таким же успехом я мог заниматься фотографией, ютюбом или чем-то еще. Так. Так. Бабам, сразу говорю, если запаришься, вот тебе ответ, и поверь, там похлеще, чем зеркалами. Ты ссылку далеко не убирай. Сейчас проверим. Так. Вернуться. Не будем время терять. Ясно. Я узнаю, как перейти. Я узнаю. И куда мне идти лучше, посоветуйте. Встретьте стражи на другой стороне. Я так понял, вот по лестнице, да, надо спускаться? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Спускайся вниз, окей. Ой. Я, блин, перебежал. Иди к мопеду. Так, спускаться вниз или к мопеду? Так, нет уже около мопеда ничего. Наверное, вниз. Потом там мопед, наверное, еще один будет. Так, спускаемся вниз. А, ба-бам! Привет, удачного стрима! Помоги у Х7 настроить стрим, а то, блин, у него стрим лагает, как у меня GTA 5 на максималках. Ну, там, наверное, какие-то технические, локальные, как я могу решить? Опа! А тут прям такая графика. Есть чем поживиться? Вот! Я, наверное, на люльке могу перебраться? Здорово вам, как жизнь? Чунга-Чанги, спасибо, все хорошо, как у тебя. Надеюсь, так же все пучком. Салам, цыган! Айш, салам! Почти забаненный. Так, сюда забраться нельзя, по-моему, да, еще? Так, еще вниз, да, мне надо? Ну, пусть коляска пока здесь будет. Ты эту игру где скачал? Боюсь себя удивить, но я ее купил и со стима скачал, собственно. А-а-а. Так, рычаг сделал. Ты скучаешь по своей родине? Ну, как бы, да, потому что там у меня брат, родители, друзья, как бы, ну, не готов ради этого возвращаться, потому что моя семья здесь, а родители приезжают, я езжу, так что все нормально. Покупать игры в стиме? Ну, знаешь ли, конечно, это будет глупо звучать, но наступает такой момент в твоем возрасте, когда, и я надеюсь, у тебя тоже такой момент будет, когда ты, твое время будет дороже стоить, нежели поиски кряков. То есть, вот, например, ты знаешь, что сейчас это пропатчить, потом поддерживать, скачивать, и у тебя найдет два часа времени, ты скажешь, блин, лучше я куплю там за 10-20 долларов эту игру, и два часа просто себе сэкономлю. То есть, когда будешь в таком возрасте, у тебя будет куча других дел семейных по работе и прочее, и ты свое свободное время будешь невероятно ценить. И, поверь мне, в такие моменты ты скажешь, да ну нахрен, я лучше куплю. Если мне не понравится за два часа стим возвращать, я много раз так делал, когда мне какая-то игра не заходит, или глючит, или пинг слишком большой, ты возвращаешь. Но, бывают такие моменты, что когда ты думаешь, чем я сейчас буду бегать по каким-то сайтам и что-то сомнительное скачать, я лучше просто куплю и все. Постучи в окно. Внизу надо было постучать в окно? Я что-то отвлекся. Придерживаешься ли ты религиозно? Вообще-то на религиозные темы я... А, нет, здесь ничего нет. На религиозные темы я не отвечаю, но... как бы я не слишком религиозные, но при этом как бы не пью, но не из религиозных соображений, я просто так получилось, не знаю. Ну и... свинину не употребляю. Хотя случайно ел несколько раз, когда был в Германии, там особо не спрашиваешь, свинина, не свинина. Было мясо съел, а потом догадываешься, что это свинина, ну... как бы окей. И как бы доедаешь, как будто не понял. Ну, шучу, как бы. Мне сам по себе вкус и не на не очень, потому что, ну, не знаю. Ну, я не могу вас спустить. Как тебе саунд в этой игре? Ну, часто говорят, он такой мелодичный вроде, но... не сказать, что шедевр не цепляет. Как я постучал, и что? Начальство говорит, что в это здание нельзя входить тем, кто не состоит на службе. Если вы хотите поговорить со мной, обойдите вокруг. Угу. Так, надо обойти, значит. Ты должен комментировать вместо... Ну, нигде такой голосовалки нет. Студием виднее. Студием виднее, что да как. Опа, прям касса. Что эта тема под запрет? Мне просто правило, вот, поинтересовался. Нет, она не под запретом, просто, чтобы не было срачей в чате и прочих, там, поводов для конфликтов. Я тему политики и религии в чате вообще не приветствую во избежание просто недоразумений. Не потому, что мне какие-то принципы, ну, просто, чтобы не давать повода для комьюнити друг друга растерзать. Можно тебя назвать атеистом? Нет, ни в коем случае, потому что я действительно верю, что что-то человечеству непонятно, необъяснимое которое живет на той стороне безусловно, есть. Мне нужно перейти мост, чтобы встретиться с ним. Могу ли я здесь пройти? Пожалуйста. Ну да. Я слышал об этих кочевниках, но увидеть их воплоти, я тут служил всего несколько месяцев. Графон 19-го. Ну, вам нужно просто показать мне соответствующие документы и... Графон, да, слабенький, графон, да. Мне нужны документы, чтобы вас пропустить. Какие нужны документы? Ну, как обычно, ничего особенного. Если я правильно помню, то паспорта... Короче, взятку надо дать, да? Какие еще игры будешь стримить? Ну, завтра будем, если не будет матча на CSGO, комментирование, будем стримить Walking Dead, это новый эпизод. Ну и затем уже один на языке страны происхождения, друг на языке страны значения. Все как всегда. Слушайте, Юколы останутся тут, пока я не вернусь. Я вот думаю, может сыграть Prey, она 5-го мая выходит. Она, правда, дорогая, жуткая. Долларов, наверное, 70, потому что цены варьируются. что случится, когда вы вернетесь. Но, если зрители хотят посмотреть, можно запилить Prey. Нет нужных бумаг, они поделятся с вами частью своих сбережений, чтобы компенсировать вам причиненные беспокойства. Как 1-й мая встретил Pelo International. Здесь не праздную 1-й мая, поэтому рабочий день был обычный, как бы не заморачивался. Ну, я должен пойти спросить у своего начальника. Ну, нам всегда говорят, правило номер один. Всегда спрашиваю начальника. Лучше казуальную, типа, инсайд. Подумаем. А ты, вуа, на английском разговариваешь или арабском? Английском. Арабский, я не знаю. Суть в том, что на самом деле А в Дубае есть какие-то расовые проблемы? Нет, абсолютно. Вы просто ставите деньги себе. Ясно? Ясно. Ну, я не знаю, могу ли я... Конечно, вы не можете никому сказать. Но подумайте об этом. С кучей денег вы можете подать в отставку. Лонгдарк, помнишь? Помню, но она опять же без сюжета, ты там просто выживаешь. Да, я... Да. Ну, да, это здорово. А как узнать про твои политические взгляды? Нет, я не хочу провоцировать. У меня есть, конечно, свое мнение, свои взгляды, но я не хочу провоцировать и обижать тех, потенциально, кто придержится иной точки зрения. Тем более, в теории, они могут быть правы. То есть у каждого своя точка зрения и все в порядке. Истина все равно нет абсолютной, ну, абсолютной правды. Вы уже что? Ну, но вам следовало спросить. Но ведь хорошо же вышло. Ну, ну, да, да, правда. Скажите, когда вы хотите перейти? Что ж, я иду на ту сторону. Так. Ладно. Да, хорошо. Просто выйдите к восту и я вас перейдем. Па-бам! Ты пиратки играешь или только Steam? Только Steam. Я не помню, когда последний раз играл игры с альтернативной лицензией. Ну, я же, на самом деле, редко играю, только всякие мультиплееры. А мультиплееры, как правило, и даже нет смысла где-то что-то искать ломанное. Ну, так, тем более, часы заинтересны. Не я, братан. Потом как-нибудь индивидуально вконтакте можем пообщаться, но афишировать не буду. Альтернативная лицензия. Ну, удобное же название. чем называть кряки, лекарства, пиратка и прочее. Альтернативная лицензия, если на ровне. вот, вот, готов мост. Учусь, вы механизм видали? Еще и камера как летает. Вот вам продакшн. ба-бам, есть какие-либо праздники, которые схожи по дате и смыслу с СНГшными, например, 9 мая или День Конституции России? Нет, но 1 января, например, празднуют Новый год, хотя по религии ОАЭ это не празднует, но так как много иммигрантов, много туристов, и они празднуют, государство сделало, как бы, своего рода такую поблажку, что 1 января один день тоже праздник здесь. Так. Интересно, зачем ты люльку перетащил на ту сторону? А не надо было? Сейчас мне за ней возвращаться надо? Там есть Навруз? Нет, тоже нет. Тут есть дата рождения пророка, ну, Рамадан, понятное дело, да, три дня, когда празднуется, еще несколько религиозных таких праздников в свойственной мусульман. Вот. Но их значительно меньше, чем в России праздников. Значительно. Ну, вообще, а, тогда не знаю. Сначала надо переправить еколов. Блин, мне обратно, что ли, лететь? надо переправить еколов. Черт. Давай, каждый день праздник. Это не таких праздников, походу. Но это стереотипы, потому что ты работаешь с утра до вечера, у многих шестидневный рабочий день, у меня пять с половиной, ну, я не жалуюсь, как бы, но каждый день праздником это не назовешь. Все равно есть бытовые проблемы, есть проблемы со здоровьем, есть вопросы денежного характера, которые надо решать. Те же самые хлопоты, но, в общем и целом, да, уровень, я думаю, все же повыше, уровень жизни, но это все равно не праздник. Юрта? В смысле? Назад? Юрта? А, спасибо, спасибо. Там же чуть ли не каждую неделю с этой ночью, я не знаю, откуда ты это взял, нет, здесь мало праздников. Что выбрал бы, X-Trail, CX-5 или RAV-4? RAV-4 бы выбрал, потому что у него постпродажная цена как бы дольше держится, то есть на рынке. Например, у SX-5, у Mazda очень быстро достаточно падает, то есть она немножко дешевле по цене, изначально, но через несколько лет она значительно дешевле будет, чем тот же RAV-4, допустим. X-Trail, она хорошая машина, но здесь конкретно в ООЭ, Toyota выше ценится. и не останавливается. Корабль, который не знает, куда плывет. Значит, с вами говорят духи. Как-то я с ними столкнулась. Ждем влог из магазина. Ой, я пока еще не знаю, на какую тему сделать влог. Ну и первый блин будет не очень, если никогда не делал в их друг влоги. Они говорят мне, что Кейт Уокер сопровождает Юколов и их страусов в новом переходе. На чем ездишь? У меня в Хюндай Туксон. Духи чувствуют себя важными. Духи чувствуют себя важными. при условии, что это водка. Шутки в стиле Дружко. Да? Видали? Шутки в стиле Дружко завез. Нет, нет, вряд ли она эта стиле. Так Духи готовы рискнуть будущим Великого Перехода ради водки? Пить-то ее буду я, а через меня захмелеют Духи и изрядно подобреют, конечно же. Тогда вы разрешите пройти? Еще вы должны прочитать заклинания, и после этого караван может идти в Священные Земли. Ладно, я это сделаю. Раздобуду вам что-нибудь, что можно выпить за ваших невидимых друзей. Так. Духи обидчивы, Крит Уокер, они не любят, когда над ними смеются. Так, и что, куда надо выпивку, где брать? Бабам, знаешь, не знаешь, что это Форджер производится? Честно говоря, не знаю, по-моему, есть какая-то сборка, и по-моему, это Тойота Форджер. Она, кстати, по цене дешевле, хотя это полноценный внедорожник считается. Она по цене ощутимо дешевле других полноценных внедорожников, но она не особо котируется. У нее цена невысокая, и как бы не сказать, что она прям массовая, в отличие от тех же Праду, Лэнд Крузеров и прочих. Я тебе скинул два варианта. Какого года у тебя Токсон? 2012-го. Ну, я покупал ее в 2014-м или 2015-м, но она на гарантии была и до сих пор, по-моему. Но надо смотреть, 3 или 5 лет гарантии. У нее пробег очень маленький. Сейчас у нее пробег 22 тысячи. То есть, несмотря на то, что в 2012-м, пробег всего 22 тысячи, потому что я мало езжу. Таможник испугается и уедет на мотоцикле. Так, окей. Так, какие машины лучше, японские или немецкие? Все зависит от того, где ты живешь. Здесь европейские машины очень дорогие и изначально по цене и в сервисе. То есть, очень дорогие и только, ну, как бы, считаются самые элитные, но из-за того, что здесь и очереди в сервис и вообще, то есть, в основном, здесь японские и корейские доминируют. Рахим, ты доиграешь или спать? Да, играю, конечно. Ой, глаз очесался. Тут же, что, чуть-чуть осталось, правильно? Загадку какую-то решить и все. Тебе какие больше нравятся? Ну, японские. Я бы, я как бы на прошлых стримах рассказывал, почему я взял корейскую, потому что я на тот момент, на момент покупки ездил раз в неделю. Только с семьей куда-то поехать. Там, я не знаю, или куда-то отдохнуть, или за продуктами, типа того. То есть, раз в неделю я ехал. На работу я до сих пор езжу на метро, потому что удобнее и быстрее и проще. Вот. И японскую машину покупать смысла не было, потому что она в цене будет терять из-за времени. То есть, ездишь раз в неделю, а в цене она каждый день теряет. Поэтому я взял такую немножко поддержанную. Пробег у нее был 15 тысяч на тот момент. Немножко поддержанную, все еще в гарантии. То есть, удачно взял и как бы нормально, как первая машина. Неплохо. А потом спать? Ну да. Так, он сбежал, значит. Окей. И найдите на земле кирпич. Окей. Сейчас заберем кирпич. Так, а у тебя сколько дней рабочий длится? С 8.15 до 5.45. Ну, у нас гибкий. Я сам попросил такой график, потому что я детей в школу отвожу, пока возвращаюсь, с машины оставляю и доезжаю. Получается, в 8.15 утра где-то. Соответственно, где-то тут же мотоцикл был. Мотоцикл же где-то тут был. Что за фигня? У вас есть запрет на продажу алкоголя. Здесь его нет в свободной продаже и его нельзя купить практически. Есть пара магазинов с алкогольной продукцией, но на нее надо иметь лицензию и надо быть не мусульманином, чтобы эту лицензию тебе, собственно, дали. Тогда ты можешь покупать. Это если мы говорим об Эмирате, Дубай. Но в барах, пятизвездочных отелей, в ночных клубах алкоголь наливают. А, вот, нашел. Алкоголь наливают. Но, опять же, пьяным лучше не попадаться, потому что могут в тюрьму посадить на несколько дней и штраф большой, и в случае вообще буянства могут и депортировать. Да что с ним не так? А в других Эмиратах, например, в Аджимане, 7 Эмиратов, как вы знаете, ну или не знаете, то знаете, 7 Эмиратов, то в некоторых есть. Например, в Джейер, в Аджимане свободно приезжаешь, можешь покупать, некоторые так и делают. То есть, из-за этого Эмирата ездят туда, закупают и возвращают. А, например, в Шарджи Эмирате вообще нельзя купить. Если у тебя есть лицензия, нет, там даже провозить нельзя, если тебя поймают, грубо говоря, полицейцы, то очень большой штраф будет и прочее. То есть, в Шарджи Эмирате там все супер строго, там вообще нельзя никак купить. А где был еще... Так, а что делать после кирпича? После кирпича что делать? Так, а где был еще помимо Дубая? Ну, все-таки я в возрасте, и поэтому побывал достаточно на многих странах. В Европе был, в Канаде был. в СНГ, в странах побывал. Так, все, надо идти к этому, что ли? Так, все, надо сразу решать вопрос с печкой. Я правильно понимаю? Секундочку, скриншотик мне скинули. Секундочку, секундочку. так, окей, окей, берем кирпич, А, надо, надо в это зайти, да, в дом. Так. Секундочку. Помогай, конечно, ты что там отвлекся? мост управляется отсюда. А мы с вами там вообще... Не, пьют, пьют. Я имею в виду, лицензию не дадут. Мост управляется отсюда. Питер, тебе интересна автомобильная тематика? Нормально, но я никогда не заморачивался. То есть, например, между дорогой машиной, условно говоря, и что-то для дома, я куплю машину попроще, допустим, и возьму что-то полезное в хозяйстве. Или между авто и взносом на ипотеку я возьму, как бы, ипотеку. То есть, для меня автомобиль это, как бы, средство передвижения. Ну, возможно, это потому, что я живу в УАЭ, и здесь нет друзей в большом количестве, как бы, нет родственников. Обычно ты покупаешь машину, и это, как бы, тоже своего рода статус, когда ты с друзьями куда-то выезжаешь. Ну, если говорить вещи своими именами, да, или когда едешь к родственникам, чтобы они видели, что у тебя... Это не то, чтобы тщеславие, но это своего рода проявление того, что ты, как бы, добиваешься в жизни, стараешься, не сидишь, сложа руки и так далее. Ну, это тонкие психологические моменты, свойственные всем людям, а я по образованию психолог, напомню. Вот, но я живу здесь, и эти статусные вещи для меня не имеют особой роли, потому что никто этого не видит, грубо говоря. Ну, даже если бы видели, я еще не факт, что на это бы повелся, но суть в том, что для меня это, как бы, автомобили, поэтому я покупал именно с практической точки зрения, и до сих пор именно с этой точки зрения ко всему этому отношусь. Так, ээээ... Таможенника нет, значит, Юколы не могут перебраться без помощи с этой стороны. Ладно, обдумаю это позже. Так, а что тебе интересно помимо стримов? Ээээ... Ну, всякие... Тлен... И безысходность. Опять забыл звуковое оповещение включить. Спасибо, PDP, как обычно, самый главный поддерживатель Бабамыча. Пляга. А, вот же водочка, да? Все, пора возвращаться, да? А может, я, кстати, водку могу переслать по тележке? Нет? Сейчас для прикола как раз спрашивали. Или не надо? Нет, врус ради интереса. А ты уже не собираешься возвращаться? В смысле? Да нет, у меня же семья здесь и живем. Нормально. Что-то, ну-ка, если флягу сюда поставить и отправить, она не сработает. Вот, точно. А, Рено, дастер, как тебе? Я, кстати, рассматривал этот вариант. А, и что? Так, похоже, что-то не то. А, нет, все-таки, смотрите. Я не могу подобрать, значит, я все правильно ее оставил. Она из задницы, сорян, первый раз зашел, не удержался. Да все нормально, но я в спортзал много ходил, как бы, тренировался все мышцы и поэтому, как бы, держу себя в форме. Ну, без Капа Прайда, я понимаю, ты просто оцениваешь, я просто ответил. А, забери бумаги таможенника. Окей, сейчас, секундочку. А, надо кнопку еще нажать, да, сейчас. Так. А здесь нет никаких бумаг? Здесь, похоже, все. А, стоп, 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 тут еще что-то. Блин, тут много всего. бумаги таможенника. И это все что делать? Просто с собой забрать? Какой же у тебя сексуальный... Ну, так, спасибо. Это просто пенсионный хрип. А где у нас кнопочка была? Кнопочка внизу, да, была, по-моему? Все, отсюда выходим. Бабан, какую машину за 150 тысяч рублей посоветуешь новичку? Я, честно говоря, не знаю, но у меня были БУ машины и впечатления самые негативнейшие. У меня, как бы, ну, если считать семейные машины, на которых я тоже много ездил, у нас был ВАЗ 2106, это шестерка, Нива была, восьмерка у меня лично была, Деу Нексия, и все они были как бы БУшные. Это такой геморрой. Я, как вспомню, до сих пор меня в дрожь бросает от этих постоянных поездок к сантехнику, говорю, к техникам то чинить, это чинить. Ну, реально просто задолбало. И до сих пор вспоминаю постоянные проблемы, заведется, не заведется. Ну, может мне так не везло, да, как бы, но от БУ машины у меня самые негативные впечатления. В смысле, сильно БУ. Я купил БУ, но при этом покупать из салона... Это что такое он прислал? Покупать из салона тоже как бы не совсем правильно, потому что в салоне цена уж слишком завышенная. Вот ты выезжаешь из салона и сразу там теряется 10% или сколько там от цены. Поэтому я предпочитаю покупать немножко подержанную, но все еще на гарантии, как бы проверенная и так далее. На мой взгляд, оптимально. Как тебе вообще игра? Ну, сложно судить, потому что все загадки решаются с помощью зрителей. Почти все. А почему Дастер не выбрал? Ну, потому что, как я ответил, европейские здесь и в сервисе дороже, и в цене они очень сильно теряют. Особенно Рено. Французские машины, Peugeot, Рено. Они очень сильно в цене теряют. То есть, как бы, предлагают условия хорошие. 5 лет гарантии, 100 тысяч, там, обслуживание, 100 тысяч миль. Потом, в бесплатная страховка, еще всякие плюшки, но она в цене теряет бешено просто. когда решишь продать, там, очень много теряешь. Как к Гелику относишься? Ну, такая, очень престижная машина. Ну, я, как бы, больше BMW предпочел бы, если бы я брал что-то из европейского. Какой у тебя интернет? 50 на скачку, 20 на облок. Блин, а что я делаю? А как, кому? К этому? К шаману надо? Ну-ка, давайте к шаману зайдем. А нет, надо идти туда, что ли? К тому чуваку, кому я водку переслал. А из японского, что бы взял? Тойоту бы взял. Ну, Тойоту, в порядке приоритета, я бы взял, если мы не говорим Lexus Infinity, да, не говорим о VIP-марках. Так, стоп. А-а-а, я сейчас пройти не могу, да? Мне что, надо было самому проехать, что ли? Как тебе машина Tesla Motors? Ну, это очень крутая машина, конечно, но для Дубая не особо актуально, блин. Для Дубая не особо актуально, потому что здесь бензин очень недорогой. Ну, и сама по себе Tesla дорогая машина, хотя, конечно, в плане инновации, в плане хай-тек, конечно же, очень крутая. Мне нравится Tesla, но покупать для себя я бы не стал. Вообще, ну и дорого, и выгоды никакой нет абсолютно. А что тебе еще интересно, кроме стримов? Ну, я как ответил, это вот видеопроизводство всякие, постараюсь сейчас на YouTube выходить, но мне пока со временем, как видите, туговато, но что, вот мне нравится монтировать всякие заставки, дел, потому что я на телевидении работал, и как бы... Ну, это всегда мне нравилось. Так, мне как быть-то? Мне надо самому управлять кнопками, что ли, получается? помню 95 у вас рублей 14 как сейчас. Ой, блин, трудно сказать. Литр, по-моему, сейчас цена чуть-чуть поднялась, 2 дирхама, это где-то 55 центов литр. Так получается. Да, где-то так. Иди к Оскару. О, спасибо. Там сильно все дорого. Ну, продукты я бы не сказал, а вот образование образование, медицина очень дорогие. Ну, вот это основная статья расходов. жилье, жилье, образование, это вот основные статьи расходов. Касмо инглище хиларис. Thank you, mate, one day maybe I will. Ты во сколько женился? Ну, у нас где-то в пять вечера была свадьба, в девять утра был ЗАГС, поэтому можно сказать и в девять утра можно сказать и ближе к пяти вечеру. Ну, если так, по памяти. Как здоровье, мадама Айваска? Транс ритуала отнимает силу. Шаман. Слабо. А, возраст имеется в виду. Шучу, шучу, в 20. проблема со стражем на той стороне. сейчас точно скажу. По-моему, в 24 было или 25. В 24 или 25 было. Водка топлива для них. Нет, то есть, да, но я уже разобралась. Но страж говорит, что нужно прочитать какую-то молитву, чтобы племя могло переправиться. Что вы об этом знаете? Мисс Кейт Уокер должна сделать сигналы из дыма с помощью машин предков. Сигналы? Айаваска использует их иногда вверху. А девушка первая во сколько лет появилась? Ну, в 24 или в 25 как бы точно не помню. Где-то 24 25 Так Ой сундучок Опа Блин, ну и хлам у тебя бабуля Опа Еще что-нибудь надо? Реала или Барса? Да мне как-то не принципиально. все все да? Здесь больше нечего брать я думаю хотя смотрите до сих пор теребонькается ну ладно то есть девушка первая в 24 женился в 24 видишь как вот так вот так что мы делаем дальше мы же вознесли молитву духом там все и что куда дальше как местный народ относится к футболу ну не сказать что тут явные ну есть тут клубы кстати дорогие тоже ну в смысле приглашает игроков ну конечно внутренний чемпионат не особо популярный но опять же здесь из-за того что много мигрантов 80% мигрантов трудно выделить что-то то есть Индия Пакистан они предпочитают этот крикет то есть фанаты бешеные крикета когда какой-то турнир идет особенно когда эти страны между собой играют а вы в курсе что они воевали и до сих пор у них конфликты бывают когда Индия Пакистан играет в крикет они то есть две сильные команды в эту игру там собирается толпа народу и те кто не успевает домой витрины магазинов упрутся смотрят для них это прям прям обязаловка ты не парился потому что девушка так поздно ну шучу я братан шучу я просто троллер троллил но не парился когда ты держался зритель надо тебя как-то распиарить что ли надо бы надо бы ренальд так а из СНГ там много народу ну я так где-то читал 75 тысяч говорили 75 тысяч зрителей этьфу зрители это мечты мои влажные 75 тысяч около постоянно живущих здесь не знаю насколько близка к рянец цифра но приезжих ССНГ много хватает но есть даже радио авторадио Дубай да то есть на русском языке вещают но есть приезжих гораздо больше из Индии Пакистана Филиппин допустим их здесь гораздо больше представлено бабам крузак или патрол крузак ну я имею ввиду опять же с учетом ОАЭС здесь крузак более популярен более выгоден по содержанию и прочему так так к печке а где у нас печка была а стоп вот тут какой-то дым значит печка здесь да где-то вот здесь дым значит печка у нас у таможенника ну жениться только потому что у тебя возраст это это ерунда то есть у меня есть знакомый знакомый он миллионер он долларовый миллионер то есть я не шучу он очень богатый он женился в тридцать в тридцать сейчас точно скажу в тридцать шесть он женился как бы ребенок есть в тридцать шесть до этого он работал и все как бы нормально тут ну тут никакого смысла жениться только потому что пришло как бы время это полный бред как бы поэтому особенно в текущем современном мире кто-то сначала женится потом обустраивается и потом уже занимается чем хочет да допустим кто-то сначала зарабатывает бешено работает саморазвивается путешествует отдыхает а потом уже ведет более-менее такой оседлый образ жизни тут все зависит от человека то есть можно и вообще не жениться для многих это тоже вариант как бы живут в свое удовольствие не парятся ездят по миру как бы куролеся то есть child free вы знаете да вот поэтому тут все от человека зависит никогда форсить что-то только потому что это форсится это глупо у меня все друзья переженились мне херово поверь мне они тебе завидуют в какой-то степени просто поверь мне что в какой-то степени они тебе завидуют потому что все гораздо по-другому когда ты женишься ты тебя ответственность блин а почему я не могу найти печку почему я туплю слева от таможни я вообще не там бегаю ты знаешь кто владелец CSGO Fast он русский я не могу разглашать эту информацию потому что ну мало ли это частная информация может он не хочет чтобы о нем информация была поэтому сори не могу так а где печка я не понял блин что за фигня почему я начинаю тупить кто-то пень какой-то а все вот это печка вот это печка да пора можешь назвать конфигурацию своего ПК ну i7 2600к то есть это старое поколение второе так лучше в общем построить для начала карьеру и уже после чего жениться ну хотя бы образование я бы все-таки получил да и хотя бы на профессию устроил карьеру как бы не факт что удастся построить надо быть реалистом но обзавестись образованием и профессии не помешает и наверное потом уже логично но есть у меня знакомые которые женились в 18 лет да родители заставили в 18 лет но банкир работает и дети есть как бы то есть когда ты параллельно сделал у тебя больше свободного времени условного для жизни то есть он в 18 жилился дети двое детей в 24 он там уже как бы закончил образование устроился в банк а сейчас вот уже и дети взрослые и времени у него получается побольше то есть когда что-то произойдет ты все равно из этого найдешь выход то есть это не так что блин жнился все карьере конец нет обустроиться жена будет работать у тебя больше времени все равно это как-то устаканится это не так что все жнился кирды это все условности не надо на этом заморачиваться да я печку обыскивал печку обыскивал сейчас будем по скриншоту по скриншоту делать значит так значит сюда сюда мы кладем чего есть у тебя знакомые кто женились на первой любви нет нет вот прям по первой любви это а первая любовь когда с 10 класса да начиная такая серьезная да уже нет никто есть те кто женились по любви но это уже как бы не первое было little nightmares может пройдем ба-бам во сколько по твоему мнению должна девушка появиться да тут нет никакой разницы может и в 10 классе появиться может и в 25 лет появиться форсить чтобы у тебя была девушка только для того чтобы у тебя был статус у меня есть девушка это просто глупо делай то что тебе нравится занимайся чем-то нравится будет девушка будет девушка не будет девушки ну пока не будет девушки фиг ли на этом зацикливаться делать что-то ради чего-то а не ради какой-то цели это нереальная потеря времени ты просто сам себя обманываешь как бы сам против себя четириши да то есть это знаете как отговорка своего рода типа, я куплю дорогой фотоаппарат и потом буду крутым фотографом. Дело не в этом. Дело не в крутом фотоаппарате. Если хочешь быть крутым фотографом, ты уже можешь на телефон пытаться делать композицию или что-то. Когда ты ставишь какие-то препоны или ставишь какие-то ложные цели так называемые, это уже путь как бы ошибочный. Это не факт, что ты не дойдешь до цели. Вполне возможно, что дойдешь, но приоритеты расставляешь не совсем правильно. Итак, ладно. А как же секос? Ну, секос секос это все-таки другое. Девушка и секос это разные вещи. И при этом, ну, что греха таить, чем ты старше, тем секос даже с точки зрения здоровья он нужен. Ну, застойный простатит. У меня друг уролог просто, как бы я поэтому в теме. У меня даже двое друзей близких работают практикующие урологи. То есть, как бы, секос именно с точки зрения неудовольства, а именно с точки зрения сохранения здоровья он тоже, как бы, он тоже, как бы, необходим, потому что застойный простатит это действительно такой опасный достаточно фактор, который надо учесть. Но, ну, я, как бы, не хочу особо углубляться в эту тему, потому что аудитория неизвестна какого возраста. Поэтому, даже если девушки нет, как бы, сперматоксикозы и прочее, поэтому, ну, есть варианты, как бы. Но давайте не будем на этом зацикливаться, да? Давайте не будем на этом заморачиваться. Давайте продолжим. Давайте продолжим дальше играть. А то мы отвлеклись сильно, а надо что-то делать, да? Так. Так, а что Так, я не понял, что здесь делать. Так. Поверни камеру, там все видно, что куда положить. А, вот так, что ли? А, повернуть камеру? Секундочку, а почему камера не поворачивается? На трубах с другой стороны. Так. Ага. А, вот, 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 вот. Так, окей. Здесь непонятно. Здесь непонятно. Здесь. Вот еще один взял механизм. Так. Так, надо... А, надо к пеньку подойти, да? Пабамыч, можно к тебе записаться как к психологу? Ну, я же не практикующий психолог, поэтому... К моим советам не следует прислушаться. Я могу поделиться своей точкой зрения, но не... Это не считается советом. Так, что надо положить? Так. Вот эту вроде, да? Так. Что еще? О! Опять деградач. Где каточки? Где каэс? То есть каэс он развивает, да? Она бурна. А тебе опилки отдали? Да, я же вроде получил какие-то опилки или что-то там. Так, теперь что нужно? Теперь... Кстати, вот мне прислали ссылку, там вроде... Понятно, что да как. Блин, вот нож... Я бы хрен догадался бы, извините. Что надо распилить. Вот какого фига я буду сидеть сейчас распиливать? Хорошо. А можешь сказать одну вещь? Владелец фаста русский или это зарубежный сад? Я никакой инфы не буду рассказывать, потому что эта инфа может... Может... Как бы навредить. В таких случаях лучше промолчать. Как бы, да? То есть, и я всем советую так поступать. То есть, когда с тобой чем-то делятся, это делятся с тобой. И это просто как бы неэтично делиться такого рода информацией. Когда кто-то меня спрашивает что-то вот суперважное, я переуточняю у того человека, не против ли он поделиться с тем-то человеком. И потом только могу сказать. Но так как он тебя явно не знает, он скажет... Он скажет либо нет, не надо, либо no, please not. Да, как бы... Так... Теперь начните расставлять все предметы. Мужики тоже те еще штучки. Ты рожаешь, создаешь быт, постоянно стараешься держать тонус, а потом бац, и он в кровати с какой-нибудь... с обгрызненными ногтями. Не, ну тут разные истории бывают. Вот давайте не надо, да, как бы... Давайте не надо, как бы... Вот особенно истории, которые здесь происходят, да, приезжают, потом опа... Тут реально многие... Вот и даже из моего окружения женщины реально теряют голову. потому что, ну, для многих из них, особенно вот для привлекательных, красивых, открываются прям такие возможности, они, ну, меркантилизм в самой их гнилой сущности пробуждается. Не у всех, естественно, есть, конечно же, те, кто как бы с мужем, уезжает муж, уезжает и она, допустим, да, если те, кто временно приезжает. Но были, к сожалению, да, и среди моего окружения случаи, когда муж все, заканчивается контракт или увольняет, и он хочет вернуться, а жена говорит, нет, мне тут понравилось, я остаюсь, тем более, есть у кого оставаться. То есть, таких случаев были немало, и здесь мужьям приходится очень тяжело тоже. То есть, соответствовать приходится статусу, потому что здесь конкуренция и хищников, которые прям в достатке живут очень много, и сущности у тех, у кого изначально меркантильные, скажем так, акцентированные, их тоже с одной стороны можно понять, да, типа, к чему столько мучиться и ковать, когда вот она роскошь или вот она богатство, такие возможности. То есть, разные случаи бывают, безусловно. А у мужчин такое здесь не бывает. То есть, приехал мужчина, вау, нашел какую-то женщину, тут такого не бывает ввиду, как бы, менталитета, ввиду особенностей страны, как бы. Так что, по-разному бывает. К сожалению, опять же, были ситуации, когда вот так уезжали мужья одни. Это действительно расстраивает, но такова жизнь. Я бы не сделал однозначных выводов в пользу мужчин или женщин. Жизнь просто бывает. Давай, давай пройдем игру, не спи. Все, давайте, сори, сори, не буду отвлекаться. А то прям, вместо того, чтобы по-быстрому завершить, мы тут, блин, итак, поставьте жезл, жезл Айвасаки на середине печи. Окей. Жезл. Где этот жезл? Так, блин, я его ищу. Жезл, жезл. Вот он, да? Окей. И что? Так, жезл указывает, какого цвета и формы должен быть дым, выходящий из каждой четырех труб. Воронки задают форму, а смола цвет. Но есть свои нюансы, о которых вы узнаете ниже. Ну, спасибо. Спасибо. Я думал, у бабамча на виске родинка, а это оказывается грязь на мониторе. То есть грязь на твоем мониторе двигалась с моими висками? Это что-то не то. Так, теперь надо повернуться и увидеть заднюю часть печи. Окей. Видим. На каждом из них есть красная кнопка, открывающая задвижки. Открываем. Ну, я думаю, не надо прям все открывать. Вы должны расставить внутрь дымохода четыре воронки. Каждая воронка пронумерована от одного до четырех. Расставьте в такой же нумерации, двигаясь справа налево. справа налево от одного до четырех, да? Четыре воронки. Так, четыре воронка номер три, воронка номер один. Окей. Папам, ты третий монитор купил? Нет еще, надо бы, надо бы на самом деле купить. И все-таки это родинка. А что ты можешь подсказать человеку зависимому от ставок? Все просто, на самом деле. Рано или поздно ты все равно проиграешь. Рано или поздно любой ставочник проиграет. Все, что он заработал, он все это проиграет. хочешь дальше сливаться, не стесняйся. Но все равно проиграешь. На этом, на этом поздно I'm Linkse подписался. Воу, воу, воу. Спасибо. Спасибо. Два месяца поддержки. Приятно, братан. Так, что, двух моников не хватает? Не хватает. Потому что у меня стримы же, знаете, они комплексные, там, вставки, видео, графика, музыка и прочее. Когда комментирую, не хватает. Когда просто стрим, понятное дело, особо не заморачиваешься. Но вот когда не хватает третьего, ну, окна накладываются друг на друга, неудобно, но как бы и без этого пока работает. Поэтому я пока не особо не акцентирую на этом. Если бы это мешало прям работе или не позволяло бы выполнять какую-то задачу, я бы, наверное, уже купил. А так пока нормально. Но куплю все равно, потому что неудобно. Особенно, когда начну влоги, влоги монтировать, там чем больше рабочего пространства, тем удобнее. Потому что параллельно работаешь и в фотошопе, и в премьере, допустим, да, и удобно очень. Чем больше мониторов, тем меньше приходится альтабаться. ты в два вставил три. Чё, серьёзно? Чёрт. Ёксель-муксель. Вот так вот болтаю и вот путаю. А, точно, да, спасибо. И придётся теперь ещё и сюда возвращаться. Спасибо, что подсказали, а то бы я сейчас тупил бы. Ну, почему сейчас? Всё время бы, да? А ты понимаешь что-то в IT-технологиях? Ну, учитывая, что я работаю IT-менеджером, думаю, немножко понимаю. Так, это у нас третий, да? Сложно в премьере работать? Да, нет, в премьере несложно. Сложнее After Effects значительно, ну и Photoshop. Потому что там надо что-то придумывать. В Photoshop это должен там именно придумывать и так далее. А в After Effects так вообще, да, художественный склад ума иметь. Поэтому я разбираюсь в After Effects, но это не значит, что я умею делать там клёвые заставочки или что-то там вроде. А в премьере ты просто монтируешь видео, как бы, ну, попроще это уже. Ты старший менеджер? Ну, как бы, глава IT-отдела, да. Другое дело, что отдел не очень большой, но всё же. Так, здесь у нас воронка номер, где она? Так, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ну, всё, да? Запилили. Вот, вороночки запихнули. Дальше Выдвижные ящики Засыпьте опилки Опа Вот И закрыть, да? Блин, вот каждому сейчас что-ли Запихивать? Ну это пипец Ладно Главное знать, что куда Запихивали, ну так, окей Не подсказывайте Это поставить голову, а он сейчас спать идет Я уже нашел скриншот, где там Подробно расписано Так что подсказывай Не подсказывай Бабам, от какого фильма ужасов наложил больше всего кирпичей? О, это отдельная история, давайте загадку сделаю Потом расскажу Потом расскажу, напомните просто про фильм ужасов Так Нижний дымоход должен быть закрыт Если Нижний дымоход Не понял, что это значит? Стойте Так, стойте, сначала все закрывает, да? Что значит Нижний дымоход? В смысле Вот этот? Но он же закрыт Вот это же нижний дымоход Находится внизу слева А как его закрыть? Аааа Вот так как-то нет? Так Если он ты на лицевую сторону печи То дымоход находится внизу слева Нижний дымоход непонятно а только нижний что не да нет же короче ладно сейчас посмотрим дальше а вот он вот он и что это закрыто он считается но я думаю это считается закрыт мы же вы не открывали так откройте боли блюд как вот это все можно было бы понять да блин хрен бы никогда не догадался бы так дальше так только не говори что мне там что-то заново надо все делать так откройте большое отделение снизу и посередине разожгите огонь и примените бумаги не так а бумаги таможенника хотя стоп они же здесь так бумаги таможенника полена огниво так разожгли остается правильно расставить угольки в нижней части каждого дымохода есть отсек открывающийся при помощи красной кнопки вот и найдешь в отставке с дырочками нужно носить правильные четверти смолы так ok сейчас давайте возвращаемся как это надо было закрыть на черт открываем так ну-ка дайте посмотрим как красиво горит why 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 хотя не видно нифига так в автокад и 3d маг я знаю 3d max ну так поверхностно я проходил курсы в смысле видео курсы у меня были там 20 дисков или 25 дисков где подробно все показалось так далее сам мишка практиковал но все равно там опять же нужно иметь художественный склад ума до дизайнерский то есть если ты в голове не можешь придумать то для знания технических инструментов тебе эту возможность не дадут как бы так давайте смотреть секундочку итак надо угольки кнопки открываем а стоп здесь уже едешь и синий на этих подскав подставках есть рукоятки и что есть рукоятки что и нужно угольки нужной формы это забираем было под тем местом верхний поставь с дырочным добой четверть смоток в таком случае дым окраситься в нужный цвет ставьте что к примеру поместили смолу в другом месте тогда дым выходящий через отверстие нижний подставки будет проходить через большое и мелкие отверстие боли короче здесь надо красный так так секундочку будут блин рахим сделай себя крупнее 1 красный да а куда именно ставить то понять не могу вот так я правильно поставил вроде правильно да да там видите дырка такая была так окей давайте пока так сделаем вот так 1 красная окрасился да и вертикально уже сделан значит теперь здесь а тут куда ставить куда ставить блин давайте сюда поставим сюда надо четверть синие смолы четверть синие смолы 2 синие и давайте сюда поставим тогда а у не окрасился значит неправильно поставил он должен окраситься на хотя может потому что нет опять неправильно а я вниз потому что не сделал может там же я вниз сделал да так окей тут тот прям сразу стал синим а сторонтов можно качать да вроде никто не парится так что я не пойму блин куда ставить ну как бы сюда же нельзя поставили а ты можешь крутить по кругу не могу я крутить нет я не могу крутить по кругу стоит ну-ка вот так повернем нет не крутится она так ладно давайте сейчас так давайте сейчас третий разберемся здесь у нас синий да тоже так ручка слева нет вот здесь понятно вот смотрите вот сюда ставлю и окей вот тут ставлю синенький все тут сразу понятно вот видите сразу здесь понятно а вот эта ручка блин точно чёрт вот сюда сделаю чёрт все 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 остановись все спасибо на точно так сюда ставим тоже синий да окей я тоже удивлен как люди прошли но прошли же все таки да при этом за такое небольшое количество дней вот два синеньких нормально или еще не факт что у нас правильно все получилось так теперь последний желтый а кстати еще не факт что я правильно делаю как а как теперь эту фигню взять блин блин камеры как-то поворачивается теперь я хочу эту ручку покрутить а не могу тебе прикол а вот теперь вот тебе самому не надоел ну надо да пройти уже не могу же на полпути бросить так так кругляшки а а почему не желтый уже должен был я не тот кусок поставил что-либо 1 3 неправильно сейчас здесь по моему желтый должен быть сколько тебе лет 35 а почему желтый же правильно был непонятно или просто у меня так показывается и это типа желтый считается нет какой-то синий так бабам тебе скучно но это я отвечал так 1 3 неправильно 4 правильно окей первый не на ту ячейку поставил окей хорошо давайте сюда поставим вот так правильно ну дырка со смолой не совпадает же в первой все верно блин вы меня путаете так тихо на дырку надо ставить которая снизу первые все верно говорят так ладно сюда ставим да зайди уже посмотри так секундочку вот есть оказывается уже всякие скриншоты сейчас секундочку четвертое в левую надо положить час 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 вот есть вариант блин как это люди проходят я понять не могу блин больные наверное стоп так 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 на все вопросы крупные сейчас давайте после стрима отвечу давайте чуть-чуть буквально осталось надеюсь так здесь нет то что мне дали в том скриншоте который мне дали нет этих раскладок так секундочку так 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 все нашел а значит желтый это слева окей давайте вот по порядку сейчас так 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 желтый надо было сюда желтый сюда окей да четвертый переставляем вот это как вы запах опять мы это не это да это это не сдал вот и вот желтый готов теперь красный а красный был кстати правильно похоже по моему давайте вот сюда поставим вот красный дым пошел вот все нормально вообще легко с первого раза можно сказать блин а вот этот дымоход слева вообще хрен бы нашел не этот рычаг страж благословил нас на переправу спасибо кейтвокер от лица племени спасибо тебе но у нас проблема без таможенника некому управлять мостом и у меня есть решение кейтвокер кто-то должен остаться здесь чтобы племя смогло перейти и это должен быть я оскар нет не начинай опять кейтвокер когда все племя переправиться вы сможете помочь мне переправиться на канатке которую мы видели не так давно нет сделаем иначе я помогу с переправой а потом ты поможешь мне перебраться вы зря беспокоитесь кейтвокер и вот он хеликоптер там 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 Живо! Прервать цепь. Правый и левый подъемник. Инверсия. Старт. Оскар. Кейт Уокер! Нет! Вы, случайно, не это ищете? Опа! Игра окончена, Кейт Уокер. Ну что, мисс Уокер? Хорошо. Похоже, вы победили. А они рычаг не могут обратно сделать? Обезвредить эту стерву. Обезвредить эту стерву. Убегать. Сейчас мы отвертолеты через мост убегали. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, они, на самом деле, охотились только за ней. Юколы их не особо волновали. Они, в основном, ее искали. Мисс Уокер, постарайтесь отдохнуть. У нас будет много времени для бесед, когда мы доберемся до места. Сколько угодно времени. Кейт Уокер. Кейт Уокер. Субтитры создавал DimaTorzok вот и конец друзья мои вот и завершение игры открытый финал как вы видите то есть возможно намекают на продолжение но будем верить и надеяться что продолжение будет с добротной графикой анимации и более логическими загадками хотя загадки меня не беспокоит потому что я их решаю как семечки вообще до щелкаю просто просто щелкаю и так ну что ж давайте-ка перед завершением стрима быстренько отвечу на вопросы которые обещал значит по фильму ужасов рассказываю в седьмом классе вру даже в шестом классе видеомонитофоны были у только у избранных людей очень мало было короче и нам повезло у нас одноклассник отец организовал ну купил или привез откуда-то видик короче он говорит давайте ко мне домой поедем будем смотреть ну мы естественно блин офигеть видосы да короче приехали к нему домой и он сказал короче вот есть фильм ужасов короче и еще какие-то кассеты и зловещий мертвецы фильм назывался если помните но я думаю классику уже все знают и мы стали смотреть блин как мы обоссались как мы боялись нас еще трое или четверо было да то есть три лечим пацана мы смотрели вот так глаза у нас шоки были мы не досмотрели его мы в середине оставили включили индийский фильм и жажда мести и его с упоением посмотрели говорили были вот надо было самого начала смотреть жажда мести кино индийская песенки там танцульки блин клево думай какой нахрен фильм ужасов нафиг мы это вообще посмотрели вот нормальный индийское кино нормальное смотрим наслаждаемся вот такие вот дела вот такие вот дела да но я записываю на ютюбе конечно же будет в предыдущей части были естественно финал не залить это прям будет совершенно неправильно вот такие вот дела паранормальное явление как тебе ужастик я не смотрел честно скажу я не смотрел ну и вообще современные ужасы уже не влияет это просто в бытность мальчиком по сути испугался а так фильм ужасов не пугают из ужастиков мне больше всего в впечатляют серия пункт назначения до final destination ну вот на мой взгляд самые шикарные такие ой